Сегодня в видео вы увидите, как пройти испытания 2018 года, ну и для тех, кто с запоздания проходит, испытания 2017 года. Хотел бы напомнить, что у меня есть телеграм-канал, в котором много полезностей. Вот, например, сегодня у торговца будет руна золота. Ну а за 21 звезду мы сегодня получим руну Элика на ДС. В принципе, все эти базы подтверждаются. В телеграм-канале уже все есть эти расстановки, поэтому только нужно ожидать этого дня и проходить эти испытания с легкостью. Испытания 2018 года немножко сложнее, чем играть на ДС, чем вчерашние испытания. Но все же это испытание я тоже размещу, хоть его и все легко прошли, даже без всяких способов. Но сегодня немножко придется постратежничать, если это так можно назвать. В общем, это микс электродесант получается. Изначально вы скидываете десант, забираете, считай, основной дефенс, плюс выманиваете дракона, который, кстати, в КК сидит. И в этом испытании, кстати, опять-таки Тесла в углу, но, как вы видите, с той стороны, со стороны Теслы нам заходить не стоит. Поэтому, самое главное, электродраговоды есть у нас, интересно, на канале? Я думаю, что есть, потому что любителей полно, кто играет электриками. Нужно почистить углы, правильно. И для этого используем королевку с верхнего угла и дракошку. Ну и снизу маленького дракончика, дракошку. Соответственно, после всех этих действий вам останется лишь только в центре накидать кучу на драконов электро-хранителя. Самое главное, не забудьте поменять его на воздух, потому что из-за этого у вас может слиться атака. Первый рейдж ложится ближе к ратуши, плюс забрать ПВОшку. Шарики, конечно, быстро погибли, но если у вас шарики останутся в живых, то они еще и будут танчить от адской. Потому что адская это самое главное хреновина против драконов. После этого уже прожимается электрик, говорю, хранитель, чтобы забрать ТХ, потому что оно взрывается и, соответственно, вы можете слиться. Как вы видите, это еще и мышки, поэтому с нижнего левого угла вам нужно будет закидать мышек. И когда мышки будут подбираться к магу, вы будете закидывать туда фриз, потому что это главный враг. Конечно, еще ловушки враг, но маг это основной враг, поэтому, чтобы мышки не погибли, накидываем вот так вот фриз. Ну а сверху это уже не потребуется, потому что электрик, хранитель легко справляются с тем магом. И в итоге мушки легко добивают эту базу до трех звезд. Остается не так много строений. Как вы видите, фриз второй даже не пригодился, поэтому, когда вы ближе к центру будете подбираться, можете заюзать фриз. Но я бы не стал рисковать, потому что всякие ситуации бывают, поэтому лучше фризы юзать по назначению, а именно для мышей. Вот такая вот трешечная атака, конечно же, это испытание со стороннего сервера. Я не официальный ютубер, поэтому как-то так. Чтобы пройти испытание 2018 года, вы, конечно же, должны пройти испытание до этого. Но если у вас еще 17 год не пройден, давайте покажу, как я пройду данное испытание. Оно тоже достаточно легкое, самое главное вам правильно все скинуть. Ну хотя, что тут правильно? Правильно, неправильно вы хоть как затащите. Короче, господа, закидываем вот так вот как-то скелетоносцев. Немножечко верхний, конечно, спустился вниз, но ладно, хрен с ним. В общем, самая главная задумка тут не скидывать с верхней стороны камни... Ой, камни говорю. Короче, скелетоносцев правильно скидывайте и все четко будет у вас. Самое главное сейчас забрать центр, а дальше уже попрет так, как надо. Потому что машина у вас, скорее всего, останется в живых и машинка будет как раз-таки тут нереально помогать. Так что, господа, отвлекаем чайник на машину. Машина, пожалуй... А, все, отличина, да? Короче, самое главное зарейдить это чайник. Это главный враг против мушек. Так что, господа, не забывайте. Также закидываем с этой стороны дракончика на добитие. Ну и вовремя прожать, конечно же, машину, чтобы забрать дробильщика. И после этого забрать остатки дефенса. Как вы видите, юнитов остается, конечно же, мало. Но в этом и задумка этой базы. Хотя я видел, там с большим запасом как-то проходили это испытание. Но я не такой киберспорт. И тем более, прошел уже второй раз его. Конечно, на стримчанском я прошел его с третьего раза. Но на то были причины. Вот такая вот легкая трешечка. В общем, друзья, надеюсь, с испытаниями все понятно. Ничего сложного в этом нет. И неважно, с какого раза вы прошли. Самое главное, чтобы проходили и получали эти волшебные плюшечки. Иначе день рождения было бы совсем не день рождения. Кстати говоря, на этом аккаунте у меня уже четвертый торт вырастает. Какой-то везучий раширок. Давайте тоже удалим. Кто-то спросил, почему я их удаляю. Да просто зачем? Одного торта более чем достаточно. Зачем заставлять базу лишними всякими предметами. Кстати, сегодня еще обновляется вот эта вот фиговина. Под названием... Точнее, не обновляется, а мы получим награды. Конечно, атак мы провели не так много в этот раз. Да и рейдов тоже не так много. Но уже чуть позже посмотрим, какие будут итоги. На данный момент просили тоже показать прокачку столицы. Я это не делал уже, наверное, месяца... Ой, какой месяц? Недели две-три точно. Я вот как перешел, точнее наш клан перешел на восьмой левел получается. Что-то я путаюсь с девятым ТХ. Вижу черное оформление. Так я и не показывал. На данный момент нам нужно еще прокачивать аж 144 строения. Я сегодня качал тут тоже вот это магов, ракетки до четвертого левела. В общем, столица у нас достаточно мощная уже. Все остальные районы уже тоже качаются, но они по-прежнему не изменяются. Так как один рейд это где-то 700-750 тысяч золота, а это примерно 10 прокачек дефенса. Или же две прокачки там лагеря варвара, заклинания, возможно варваров качнуть. Короче, изменения после рейда не такие весомые, поэтому я и не показываю каждый раз итоги рейда. Поэтому даже сегодня я решил впихнуть все в одно видео. Ну и каждый район, ну давайте последний покажу, каждый район я показываю только на стримчиках, потому что там лайв режим, кто просит, тому показываю. А вот в роликах сейчас уже не вижу смысла, потому что, как говорю, изменений не так много. Ну и в принципе по донату в клане по золоту по-прежнему я на первом месте. Но в принципе человек 5 как минимум тут очень активно донатят в столицу и соответственно мы ее развиваем. Надеюсь до 10 левела мы дойдем достаточно быстро. Хотя целей в этом никаких нет. Ну и в принципе как бы активно апаем нашу столицу. Возможно проведу когда-то стрим и будем всеми подписчиками еще качать эту столицу, когда надоест самому качать. А так пока что даже не знаю, когда это случится. В общем-то друзья, вот такая вот столица у нас. По поводу ДС у нас конечно же сегодня тоже будут изменения, потому что добавляется руна, которую я конечно же получу. Легко и непринужденно. А так сейчас я качаю основные строения. Это сборщики, часовую башню, лабораторию. Кстати нужно ее апнуть, чтобы прокачивать дальше варваров. Также машину до 10 левела хочу проапать. В общем на все нужны ресурсы, но пока их не так много. Ну и самое важное это наверное то, что все апается уже подольше и подороже. Хоть и пропуск есть, но не сильно он и помогает. А кстати говоря вопрос по поводу того, что почему я на этом аккаунте открыл больше юнитов, чем положено. Ну как бы рубрика варвара, а почему я открыл еще. Я не знал, что я на ДС тоже буду развивать эту рубрику. Путь варвара. И так получилось. Но как видите прокачаны только варвары, поэтому я думаю, что ничего страшного. И ДС тоже будет развиваться в таком ключе. Все таки успели провести практически все атаки. Одной не хватило. Районов почти соточка разрушена. И 1200 практически медалек получено. Очень даже неплохо я считаю. В общем то друзья, вот такие вот у нас результаты. На сегодня видео заканчивается. Обязательно ставьте лайк. Ожидайте нового ролика. Всем удачки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok